Я закрываю уже третий файл, и здесь на злок умирать нельзя. Ломка для меня очень полезна, потому что некоторые персонажи достаточно сложные, чтобы закрыть их без смертей. Поэтому, когда у меня есть возможность, я хочу сломать игру. Вообще, ломать игру без цели – это полная для меня скука. Как вы можете увидеть, вопрос сломать ли игру в этом забеге даже не стоял. У меня к этому моменту был D1 и неплохое количество монет. Вообще, почти любая ломка в репетанс начинается с D1, потому что и чистую карту, и еру, и панацею, и ресток нерфанули, и ими уже почти никогда нельзя сломать игру. Тем не менее, сломать игру в репе все же можно, но сложнее, чем раньше. Просто D1 – это еще не ломка, а это просто очень хороший предмет. Когда я его нашел, я вообще не думал ни о чем таком. Но использовать кубик по максимуму я, конечно же, пытался. На геене 1 я нашел секретку с огромным сундуком, собрал ключи около него и пошел дальше исследовать этаж. В магазине нашел диплопию. Я уже начал думать, как бы мне ее использовать, чтобы получить потенциальную ломку. Если раздвоить магазин, то у каждого лазеря будет по две карты в руках. Это очень даже круто, но игру не ломает. Основная задача для меня сейчас – найти золотой ключ, чтобы раздвоить еще больше сундуков и всех и пооткрывать. Бесконечного удвоения у меня на данный момент не было. И поэтому я даже не думал о том, чтобы оставить джастис или ключи в секретке, чтобы их же использовать в дальнейшем. Немного побродив по этажу, я нашел аркаду с заряженным попрошайкой. Быстро смекнул, что его можно использовать, ведь он очень редко дает предметы, а значит можно будет зарядить D1 очень много раз. Здесь я уже получаю карту на удвоение монет, и это напоминает ломку, потому что я могу уже бесконечно тыкаться в попрошайку. Здесь я понимаю, что зря я использовал джастис и иду искать ключ, но не нахожу его. Поэтому принимаю решение раздвоить ключ в магазине, оставив батарейку лежать просто так. Просто потому что, раздваивая батарейки, я все еще смогу использовать D1 и использовать для удвоения ключей, не выходя из комнаты. После нескольких походов в аркаду ни одного ключа не раздвоилось, и я понял, что с этим надо что-то делать. Ведь потом батареек станет намного больше, и шанс раздвоения ключа будет крайне мал. Если бы мне только попался золотый ключ, я бы мог оставить обычные ключи и раздваивать уже сундуки или батарейки. Потратив все 4 ключа, что у меня были, я пошел продолжать раздваивать магазин. И здесь попрошайка выдает мне 12-ти вольтовую батарейку. Но думаю, конец халявным зарядам. С мыслями, что лучше уже не будет, я покупаю диплопию и использую ее в магазине. Вторую стартовую колоду я потом отдаю другому лазеру. Трачу батарейки на раздваивание ключей и кое-что замечаю. Как оказалось, батарейка дает ровно 6 зарядов, из которых 2 уходят на оранжевую полоску. Это значит, что за 2 батарейки я использую D1 трижды. Забыв, что ключи мне все еще нужны, я стремительно их собрал и начал раздваивать батарейки. Вот здесь я, конечно, ошибся, ведь надо было оставлять ключи. Я надеюсь выбить золотые ключи из большого сундука, но прежде чем удваивать сундуки, их надо понаделать побольше, ибо потом, когда комната будет в хламе, эти сундуки сложно будет двоить. Кстати, в отличии от ER, D1 не создает копию вещей, а спаунит еще один такой. То есть содержимое каждого сундука отличается. Сейчас это только в плюс, ибо иначе ничего бы не вышло. Когда я взял копию D1 на другого лазере, произошел баг. D1 у изначального владельца исчез. Однажды я также потерял копию красного ключа, когда его раздвоил. Баг заключается в том, что нельзя иметь у обоих лазере одинаковые активки. Надеюсь, в следующем патче это исправит. Так как у меня на одном из лазерей была капельница, я подумал заспаунить Лаки Пенни, и сделал кучу карт солнца для этого. На удивление монета выпала мгновенно, и я надюпал кучу удачи обоим. Вернемся к большому сундуку. После ряда раздвоений я все еще надеялся на золотой ключ. Выпали обычные, но так как я перестарался с удвоением сундуков, я не могу раздваивать обычные ключи. Надо где-то просто найти один ключ, чтобы его раздваивать. К счастью, на этаже еще остались неизведанные комнаты. В одной из них я обнаружил два красного сундука. Так как у меня вместо пилюль карты, то можно попробовать достать из них Джастис. Такой же, который я прожал когда-то вначале, да? После парочки сундуков достал карту Луны и Отшельника. Это будет немного быстрее, чем бегать каждый раз по этажу. Один из сундуков ожидаемо протонул меня в комнату Ангела. Пусть ключ и упал, но толку от этого нету, потому что у меня нет постоянного доступа в эту комнату. Однако на этаже еще есть обычный золотой сундук, который мог бы дать ключ. Что и произошло впоследствии. Теперь буду ходить туда-сюда в другую комнату, но хотя бы ключ уже найден. Как назло, сундуки начали выдавать кучу предметов вместо лута. Тут выпало Колесо Фортуны. Это более надежный генератор, чем сундуки, так как не нужно бегать за ключами. Нужна еще одна пустая комната, самое время убить босса. Ключ ожидаемо заспаунился быстро, и мне больше не нужно было бегать через весь этаж. Из следующего же большого сундука выпадает Душа Иннона, замечательная вещь, которая сочетает в себе и Хаос, и Д6, и Д20. То есть может ролять предметы любых пулов. Если до этого я просто двоял лут и сундуки, то теперь это официально сломанный забег. Ролить секретку душой я не могу, сундуки пропадут. Тут я додумался душой заролить комнату босса, и золотой ключ появился с первой же попытки. Теперь все кусочки пазла есть. Моя задача найти достаточную имбу, кнопку R для закрытия нескольких целей, мама мегу для попадания на босс раш, и карту вопроса, чтобы несколько раз использовать R-кнопку. Но пока что все идет туго, потому что у меня просто D1 в руке, и я только и делаю, что спавню большие сундуки. И недостаточно просто найти R-кнопку, и надо ее куда-то в другую комнату поместить, а для этого надо там заспавнить предмет, или массовым перенести туда активку. Тут нашел полифем, второму лазарю можно уже забить на развитие, он уже имба, с учетом священного сердца и 05 технологии. Хорошо, что у меня капельница, с помощью нее я легко избавляюсь от сердец на полу. Пошел спавнить предмет в комнате босса, попутно проверяя карты с красной рубашкой, они могут быть картой вопроса, которая мне очень сейчас нужна. Появилась карта попрошайки, не знаю почему, но я ее просто поражал, даже не пытался раздвоить, а ведь это отличный источник предметов. Попрошайка дал мешок, который был заролен на красный ключ, как-то пофиг на него, но секретку я все-таки открыл по приколу. В ультрасекретке можно наролять какие-то английские предметы, но как-то уже пофиг. После следующего ролла лута обнаружил душу Айзека. Это мне пригодится, так как Динфинити предмет секретки, и я не удалю большие сундуки этой душой. Всего того, как уже много предметов секретки, с первого же раза Динфинити и аркей были найдены. Теперь я могу использовать Д6 и не париться о пропаже сундуков. С помощью души Идена я снова роляю активку в комнате босса и уношу туда аркей. Самое сложное за лазерей это бист, босс раш и грит мод, потому что во всех этих вещах оба лазеря принимают участие. В других вещах только один лазер сражается с боссом. Из-за того, что после биста уже ничего не сделать, я решаю пойти в сундук, в темную комнату, а затем к бисту, пропустив мега-сатану. Самое главное сейчас это пройти вот эти самые сложные цели, а мега-сатана не такой уж и сложный, потому что сражаться будет только один лазер. Таким образом я его оставляю на следующий забег. И сейчас мне нужно получается два раза использовать аркей и один раз мамо-мега. Но прежде чем искать карту, я захотел поралять предметы секретки, чтобы усилить своего первого лазеря, ибо он достаточно слабый сейчас. Среди предметов я нашел хрупкие кости и отдал их второму лазерю, потому что у него билд более-менее зависел от скорострельности. Сразу же слил все костяные сердца, чтобы постановить эту скорострельность, но забыл, что у него капельница, и после этого надо как-то эту капельницу использовать, чтобы сливать эти сердца. Я не мог отдать капельницу тому лазерю, у которого сейчас D1, потому что основной источник ломки у меня сейчас из-за 12-вольтовой батарейки, и поэтому D1 должен быть у того лазеря, у кого сейчас 12 вольт. Поэтому хп все-таки надо понабрать этому, чтобы он смог использовать капельницу, чтобы потом убирать сердца с этой комнаты, чтобы раздваивать еще больше больших сундуков. В общем, я перенес R-кнопку в секретку и начал ролять комнату босса, чтобы найти хп. Попутно еще наролял марблы, хотя они не особо пригодились. Нашел хп в виде судьбы, и теперь я спокойно могу использовать капельницу, глотая при этом тринкеты. Главное, ничего лишнего не проглотить. Но теперь мне все еще нужно найти активку, чтобы убрать R-кнопку подальше. После недолгих роллов был найден лимонад. Затем я снова начал вдвоить сундуки, чтобы получить побольше предметов, чтобы из них получить мамомегу. Как только предметов в комнате стало явно много, я начал их ролить, чтобы усилить первого лазеря. Он у меня все еще с фетусом, что меня беспокоило, ведь после переключения на второго вся комната будет взрываться, а у второго неуязвимости от взрывов нету. С такими мыслями я переписал фетус ножом маминым, и с учетом прогнутой ложки, билд на обоих лазерях теперь очень даже устоялся. Теперь, когда я собрал хороший билд на обоих лазерей, все, что мне надо было, это карта вопроса и мамомега. Так что я еще раз очистил комнату от хлама, и начал ролять предмет из души Идена, чтобы увидеть любой пул, ведь мамомега из магазинного. Тут наролялись синие часы, и так как донат машина еще не была забита, я решил ее заполнить. Как раз где-то оставалась карта двойки бубей. Здесь я сделал для себя открытие. Если раньше этот абуз прокатывал, то сейчас машина забивается и стопорится, сколько бы раз я ее не взрывал. То есть в итоге я крутился около 210 монет, и каждый раз пытаясь выбить из машины большее число для доната, я обнаруживал, что уже выбил из нее весь прогресс, который набил до этого. Короче, теперь донат машину синими часами за один забег не заполнишь. Объясню для тех, кто не знает, как это вообще работало до этого. Каждый раз взрывая машину, ты меняешь количество монет, которые можно в нее забросить. Синие часы откатывают как состояние машины, так и все занесенные в нее монеты. Так, если узнать, что она сломается после 10 монет, можно занести 9, взорвать, перезайти в комнату и повторять этот процесс. Но, теперь она начинает забиваться крайне часто, чтобы ты с ней не делал. И в тот момент, когда я ее взорвал, и понял, что она забивается после одной монеты, взорвал снова, потом 2 монеты, взорвал снова, получалось так, что я выбивал из нее монет больше, чем заносил. И никак она не хотела, чтобы я в нее заносил больше хотя бы 10 монет. Короче говоря, я не задонатил кучу монет в донат машину. Теперь я продолжил искать карту вопроса и нашел Еру. Тут стоит рассказать о том, как испортили эту руну в репетансе. Теперь каждая копия лута, которая будет получаться от Еры, сохраняет свой сейдинг, и ты будешь получать копию этой единицы лута после использования Д20. Получается иллюзия большого количества предметов, которая наполовину состоит из копии, потому что одна штучка зародится в другую, та зародится точно такую же, и так далее, и тому подобное. Вся суть Д20 в том, что ты ролишь предметы в разные единицы лута, и некоторые из них появляются в виде сундуков, а другие потом уже станут сундуками в другой ролл. Но тут получается, что половина комнаты как будто призраком становится. Это убивает Д20 на корню. То есть не убивает, а просто захламляет комнату бесполезным лутом, который только создает иллюзию того, что ты его ролишь. В итоге Ера в репе стала вообще ненужной для ломки, хотя раньше она была главным ее началом и источником. Даже если ролять содержимое открытых от Еры сундуков, это содержимое роляется одинаково. Такой вот удивительный мир Айзека. Вспомнив о том, что у меня есть масло, я унес две активки в другую комнату, чтобы не просрать душу Иннона, которая является наилучшим источником предметов. Спустя еще немного реролов, карта вопроса была успешно найдена. Ломка теперь в финальной стадии. Дело за малым. Заспаунить кучу предметов в магазине с картой вопроса и души Иннона, и среди них найти Мама Мегу. Взяв по две карты вопроса каждым лазерем, Мама Мегу за одного и Р-кнопку за другого, я уверенно помчался выполнять три концовки из-за этого сложненького персонажа. Далее вы увидите итог двухчасовой ломки, но уже без монтажа. Приятного просмотра, всем пока. Мне не нужен портфель, у меня карты вопроса у обоих по две штуки. Блин, я все еще медленный, лол. Имбу собрал, а скорости не собрал. Я думал, что я достаточно быстрый. Красиво. У меня мод на танец и мод на разочаровывающее лицо при плохих предметах. Продолжение следует... Почему бы мне сейчас Мама Мега не прожать? Я не буду пройти. Это может быть что угодно. Капец, серьезно. Весь этаж обошел. Забег два часа длится, кстати. Вообще пофиг, что брать, главное не поп. И главное на арке, случайно не нажать. А это будет катастрофа, если я нажму случайно на ее. Потому что Айзека я убил, и спиндаун дайса у меня нет. Если я что-то потрогал, я уже не вернусь к этому предмету. Хотя нет, способ есть, все-таки. Гритмод я не прошел за Лазарем. Это будет последним. Что я буду за него делать? Да, можно заново донатить в магазин. Ачивки сохранятся в достижении. Просто обнулится сам счетчик. Душа у Азаря открыта. Сейчас идем вниз. Там будет видно. Можно на хэши сходить по приколу? Там будет видно. потому что мама мега взорвала дыр к сердцу хотя стоп она же сработала до смерти ноги не знаю забавная ситуация конечно я опять кстати да игру сломал а компас блин не взял что мешало компас взять ключ кстати не у меня и так есть так у меня негатив ничего не путаем ролик поломки не знаю можно компас был я его попустил или как а я нами газ но не пойду кстати я на мегача не пойду мегач останется на следующий забег о нет ты писал мне также извини меня а а а а и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что после мегача, если войд не открывается, то забег будет завершен. После мегача я не смогу продолжить. А Диля уже убит в прошлом забеге. Видите? Диля я уже убил. Причем без ломки. И мать тоже уже прошел до этого. Лазер хороший перс, на самом деле. Просто он душка. За него сложно проходить только босс раш и беста с гридом. Все остальное достаточно просто. И вот, собственно, я ради бестата и прохожусь сейчас. Ну, кстати, я мог сейчас в сундук пойти. Донатим. Так, карту вопроса хочу скинуть второму училику. Я могу аркей прожать еще раз. Просто чтобы задонатить в машину побольше. Так же я могу сейчас в сундук не проходить, потому что у меня все равно будет бест. В смысле, мега сна все равно останется после этого. Можно будет через сундук сходить. Я, правда, не уверен, насколько это лучше. Че, нельзя донатить через синие часы больше? Ну, так, через аркей будем донатить. Я не хочу это брать. Почему открылся дьявол? Че, ему нельзя, что ли? Че? Евхаристия, это только у одного персонажа. Надо заново на мега сну собирать, а зачем? Я не буду мега сну убивать. Алё. Последним будет бест. Самое главное беста пройти в этом забеге. Сегодня, кстати, последняя серия по адресу. Ой. Прохождение первого файла. Мало того, что взорвало у лоста, так еще и взорвало. Донат машина. Хорни бой из бета-версии. Если с помощью жертвы телепортнуться к ангелу на втором этаже, после босса все равно откроется дьявол. Такого не может быть. Если ты уже телепортнулся к ангелу, то значит сделка на текущем этаже... Ангельская. Возможно, ты путаешь это с тем случаем, когда ты стопроцентный шанс сделал, но при этом у тебя дьявол появился. Стопроцентный ангел. Это по другой причине срабатывает. Как-то Айзека убил. Я еще не убивал Айзека. Да, первородство на Лазаре ничего не делает. На Альт Лазаре. Это очень даже полезно. Это будет заставку тупую делать, которая бесит. Кто где? Я уже нашел компас. Блин, я тем же самым персонажем взял. Ладно, не важно. У меня деньги кончились. Окей. Меньше забот. Я могу сейчас пойти без ста убить, чтобы не ходить еще один цикл. Типа, зачем мне еще один цикл, если я все равно на мегасотену пойду через сундук просто. Правильно. Все, пошли на беста сразу же, потому что... Нет смысла проходить сундук сейчас. В сундук я пройду в следующем забеге. Как же хаши босс раши, они пройдены. Вдруг при проходе на мега че сольешь. И че? Ну вдруг солью и... Ну солью и солью. Что это меняет? Мега че, мне все равно в этом забеге не убить. Если убить, то тогда беста не убью. А беста надо сейчас убивать обязательно. Мега че. Мега че, три метки, беста одна. Это не так работает. Мега че. Мега че. ты кто у меня в забеге пироманьяк на одном и хотят на другом мега сны есть большой шанс открыть а где ли вам ну тогда а если не откроется мой забег закончится понимаешь а без таза этого персонажа убивать это ужасно чё споришься очень давно уже убит что там было а он здесь заспамнил забавно рожать и в момент смерти ну ты как бы в новом забеге умрешь выкини эту как сумма у меня в руки блин видали комбо и еще предметы достойны качество 4 надо смотреть какие предметы в принципе стоят качество 4 а потом смотреть какие из них не являются качеством 4 короче иди нафиг не буду я этим заниматься на смерти без то нельзя нажать окей победа без то засчитывается в момент когда срабатывает анимация вентилятор я залоз то умер на втором этаже грипп мода меня от имели желтые мухи а а а а а а а а а давай языки есть другие желтые муки бедный бест рыба открыта да эта комната каждый раз ключ на полу будет да каждый раз я так закипи раз слился на пабрисе блять так просто прямо руки да эта комната блядская эта комната да эта комната каждый раз вы мы идем в путешествие блять так просто идем прямо маки так маки деревня так то как там из